Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Виктория. В этом ролике я покажу, как шить худи. Оно сейчас на мне. Я выбрала футер. Он двусторонний. Изделия я шью также двусторонние. В этом видео мы пошьем с вами худи. В следующем ролике мы пошьем с вами брюки. Всем приятного просмотра! Надеюсь, вам понравится. Пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться. Мы с вами пошьем худи в комплекте с брюками. Ткань у меня двусторонняя. Один более светлый оттенок, другой более темний. Он тянется. Это футер достаточно плотный. Правда, без утепления. Сейчас нам нужно ткань протекодировать. И после начнем выкраивать наши детали. Здесь у меня детали полочка и спинка. Я выберу основной цвет более темный. Второй цвет у меня будет более светлый. Наши худи будут двусторонним. Поэтому я буду все строчить французским швом. То есть все наши бархатистые места, хотя у футера такого нет, мы будем скрывать вовнутрь. Изнанка у меня будет светлая. То есть я сейчас складываю изнанку к изнанке. Светлую сторону к светлой стороне. И нам нужно совместить плечевые швы. Для французского шва мы закладываем сразу заранее припуски полтора сантиметра. По 0,7 будет с каждых сторон. То есть сначала нам нужно сколоть, либо после сметать, как вам удобно. Плечевые зоны мы скололи. Теперь нам нужно проложить строчку 0,7 см от края. Застрочили. Теперь нам нужно разутюжить шов в разные стороны. То, что мы застрочили, прогладить. Выровнять наши края. После нам нужно этот участок, что мы застрочили, его разутюжить. Нам нужно намного, насколько возможно, сделать шов плоским. Теперь этот шов. Так как мы его сделали плоским, теперь его нужно с другой стороны сложить, обратно же заутюжить. Теперь берем ножницы и немного срезаем наш подворот. Теперь нам нужно застрочить так же 0,7 мм от края. Но вам даже будет удобно. Вы уже на ощупь будете ощущать свой припуск, который и остался. И его нам нужно будет закрыть строчкой. Скололи. Идем на машинку. Так же 0,7 см от края. Прокладываем строчку. А вот мой помощник, который всегда рядом со мной. Шов мы застрочили. Я пока его наметала. Здесь у нас перед. Швы должны уходить на сторону спинки. Поэтому приметываться будет вот так. Потом мы здесь сделаем аккуратную красивую строчку. Здесь мы делали французский шов. Но для того, чтобы нам припосадить рукав французский шов нам не подходит. Почему? Потому что футер довольно-таки толстая ткань. Из-за этого я нашла вот такой вот выход. Акад мы должны подогнуть вовнутрь на светлую сторону на 0,5 см. И так же окад рукава мы должны подогнуть на 0,5 см. Я решила внести небольшие изменения. Рукава у меня будут светлого оттенка. Основная часть спинки и полочки у меня будет темная. И когда я соединю рукав с изделием он будет у меня по вот такой вот цветовой гамме. С капюшоном я, скорее всего, сделаю то же самое. Но пока что нам сейчас нужно. Так как мы подогнули, я это все наметала, обязательно наметайте. Потому что 0,5 см очень сложно сколоть иглами, чтобы вы ровно потом его застрочили. Я сейчас проложу строчку. Зафиксирую эту область. Потом мы ее проутюжим. И будем соединять рукав с изделием. Рукав также пройду строчкой. И что мы будем делать? Мы будем вот этот припуск, то есть кончик, подкладывать к этому кончику. И у нас будет вот такой аккуратный шовчик. сейчас покажу, что у нас за окном. Частично деревья еще в листьях. Здесь у нас хурма. хурма плюс 15 градусов. Нам нужно стачать рукав с закатом, скрывая наши припуски. накладываем строчку рядом со строчкой и сметываем по всему окату. таким образом. стачали. Это у меня основная часть. И с обратной стороны идентичная строчка по всей длине все наши припуски скрыты. рукав мы притачали к пройме. Получился вот такой с одной стороны и с другой стороны. Теперь нам нужно собрать изделие. Рукавчик с боковой частью. Также у меня четыре детали нашего капюшона. С этой стороны я буду втачивать капюшон вот такого цвета, чтобы хорошо сочетать его с рукавом. А с другой стороны мы сделаем вот такого цвета капюшон также, чтобы сочетать с нашим рукавом. Теперь нам нужно сшить боковую часть и рукав. Что для этого делаем? Мы поступаем так же как с областью проймы. Нужно подогнуть с каждой стороны по 0,5 сантиметров. Но так как у меня темная сторона переда это основная часть. Поэтому с основной части мы подгибаем вовнутрь по всей длине. А со стороны спинки мы подгибаем в обратную сторону 0,5 сантиметров. Для чего мы это делаем? Значит передняя часть будет закрывать спинку. Так как по правилам все швы уходят на спинку. Поэтому мы будем закрывать полочку спинкой. Вот так. Все соединить и прометать. Одну сторону я уже наметала. и у меня получается вот такой вот аккуратный шов. И с другой стороны он идентичен. все что мы сейчас прострочили нужно обязательно отгладить. капюшон состоит из четырех частей. Я его застрочила и поставила такую расстрочку две параллели. Теперь нам его нужно соединить между собой по краю капюшона делаем строчку. Для меня на самом деле самым сложным оказалось собрать капюшон. Почему? Потому что так как я шью изделие двусторонним поэтому капюшон должен смотреться и с одной и с другой стороны просто идеальным. я испробовала несколько вариантов но в итоге пришла к тому что вы просто складываете капюшон как обычно оборачиваете здесь примерно делаете нахлёст насколько вам возможно вы можете его и приподнять вот так или вот так или совсем сделать небольшой нахлёст и втачиваете его в горловину обязательно наметайте потому что это одно из самых важных действий что нужно сделать я вот так вот его наметала по всей длине и когда а с обратной стороны вот видите я это я его так наметала но когда мы его стачаем вот здесь что у нас вот такой вот нахлёст мы подогнём вовнутрь и пройдём ещё строчкой и тогда он будет у нас смотреться симпатичнее капюшон мы стачали и с обратной стороны я подвернула ткань и провела строчку теперь что нам нужно сделать нужно приточать манжеты к рукавам и по низу но я решила добавить карман к изделию я его наметала и прошла только строчкой где у нас вход в карман все остальное надо будет приметать и пройти на машинке что касаемо манжет так как у меня ещё раз повторюсь двустороннее изделие поэтому и манжеты мои будут как по низу двусторонние так и манжет на рукава я выкроила из двух половинок то есть я замерила обхват моего рукава по низу это вот эта длина но я не хочу чтобы мой рукав был в этой области слишком широким поэтому я замерила насколько я хочу я выбрала 22 сантиметра то есть он будет вот такой вот и в то же время немного свободноватый но довольно таки хорошо прилегающий к телу и по низу я отложила эту длину и соответственно соединила такой вот косой все это выкроила теперь нужно будет по бокам пройти строчкой и уже приточать к самому рукаву то же самое касается и по низу и вот так наш манжет по низу будет выглядеть сейчас все наметаем и идем на машинку карманно притачали к изделию с одной стороны и с обратной стороны теперь манжеты я выкроила и пока стачала только низ я его стачала с низом рукава решила что на этой стороне будет манжет не вот в таком цвете а в светлом продолжение моего рукава далее забыла еще сказать и подогнула на 0,5 сантиметра мы его выворачиваем то что мы подогнули мы его стачаем манжеты мы стачали с обратной стороны такой вот шовчик и также по низу осталось только примирить лип advocacy JD что н извест REPace за дюйм водитель снимаем вмешаем уже дzemRI манжет freshman так КОНЕЦ Продолжение следует...